перейдем к воспроизводимому эксперименту значит мы будем исследовать задержки для каждого случая мы график построим мы повторим все эксперименты которые мы делали интерактивно для каждого будем делать свой каталог вот по такому виду и вначале у нас первая была простейшая задержка мы собственно каталог из зададим для этого каталога я предложил вот такие вот основные файлы вот они тут даны первый скрипт это простейший эксперимент давайте из чего он состоит мы создаем топологию из двух хостов и одного коммутатора соединяем хосты и коммутатор с помощью простейших линков запускаем сеть после этого собственно проводим наш эксперимент генерим две политики обслуживания очередей на h1 h1 значит вот эта принт она не обязательно она для того чтобы мы просто отлаживали вы видели как все это работает можно просто h1 кмд задавать и на второй вот мы задержку 100 и задержку 100 дальше чтобы успела установиться задержка поскольку не мгновенно все делается устанавливаем на 10 секунд и потом делаем команду пинг значит давайте разберем у нас пинг хоста 10.0.0.2 ну на самом деле наверное лучше задать будет айпи второго хоста ну красивее будет значит 100 раз пингуем потом помните у нас там наше время задержки там где тайм есть еще другие строчки нам их не нужно мы отсеиваем строчки с таймом а потом выбираем только пятые и седьмые поля давайте мы вот так вот пинг а уже убрали это все давайте я опять запущу прошу позволения чтобы структуру команды пинг увидеть вот у нас пинг вот он давайте вот что у нас получается там где есть тайм мы вот отсеиваем только вот эти строчки да потом забираем пятые и седьмое поля по умолчанию у нас поля пробелом значит раз два три четыре пять пятое поле это наша последовательность шесть семь седьмое поле это наша задержка она в миллисекундах нету смысла ее миллисекунду брать итак пятое и седьмое ну вот давайте мы как я делаю это интерактивно вот мы вот так вот сделаем пять пингов вот видите у нас только поля где есть тайм вот статистика и это не идет давайте мы добавим вот это вырезание полей так ах это же у нас извините это у нас делается внутри скрипта который сам имеет такие скобочки и это экранирование строки экранирования не нужно так вот вот видите мы получили вот такие значения то есть номер последовательности и задержка и далее мы делаем вот что далее мы делаем вот что давайте мы уберу вот эти символы скранирования с помощью set мы заменяем time равно на пустую строку убираем и icmp sequence равно на пустую строку ну не очень хорошо потому что сначала буфер поступает потом обрабатывается наверное лучше было бы сначала файл загнать потом файл обработать у нас не так много в принципе можно и так вот вот у нас получилось первое значение это последовательность номер последовательности и второе значение это у нас задержка причем видим что у нас как пинг начинается первое значение очень большое наверное вручную его нужно будет отбрасывать например значит давайте мы вот останавливаем сеть и все да дальше для визуализации скрипт гнуплотовский мы его так у нас задается терминал png это значит мы будем получать в результате png картинку crop это отрезать лишнее чтобы только вот график был будет называться pink png по x пропишем номер последовательности по y это абсциссы ординаты с задержкой миллисекунд сеточку поставим для красоты да и вот эти данные там точки будут эти точки свяжем линией значит дальше мы зададим права сделаем этот файл исполняем и make файл дадим ну который все это и будет делать то есть будет выполнять наш нашу лабораторную соответствующий эксперимент то есть у нас лабораторная везде одинаково называется название эксперимента только в названии каталога значит потом поскольку у нас под рутом выполняется у нас права на файл рутовые давайте для порядка мы их перегоняем в наши права в права пользователя mini.net потом мы создаем файл ping png из ping.tat и с помощью clean мы лишние вещи убираем ну и вручную вы можете посчитать минимальное среднее максимальное стандартное отклонение времени приема передачи то есть времени двойного оборота так давайте так это я остановлю а вот вот значит вот он наш файл вот наш make файл и вот наш плод давайте мы make запишем и вот пошел наш установили мы задержки очереди обслуживания 10 секунд прошло и пошел ping тем временем давайте мы туда вот я соединюсь с нашей машиной вот наш mini.net наш так пол mini.net work вот у нас работает пустой файл данными давайте подождем еще сгенерировался ну отсчетов достаточно много по времени ну вот я думаю что это нормальное число так сейчас сейчас у нас пройдут отсчеты вот все выполнилось основное файл получился пмг давайте его скопируем сюда и посмотрим ну вот не очень хорошо потому что видите все основное вокруг двухсот и вот это вот выброс давайте мы давайте я уберу эту первую строчку с выбросом пинг плод еще раз делаю вот так вот ну вот как бы вот уже лучше вот все идет 200 мы и получаем вы можете наверное оптимально будет задать что было не от 200 а была линия скажем от 199 вот но в принципе в остальных у нас уже такого не будет фиксированного значения поэтому можно и так пользоваться ну вот собственно мы и сделали то что мы хотели и теперь можно вам перейти к выполнению воспроизводимых экспериментов на основе других интерактивных экспериментов терактивных терактивных Субтитры создавал DimaTorzok